Да! Да! Вот это эхо здесь. Друзья мои, я вас приветствую, меня зовут Илья. А место, в котором мы, собственно, все это дело сегодня снимаем, достаточно интересное. Это заброшенная военная база противоракетной обороны. Вообще, зайти в ролик я хотел немножко с других слов, чуть более странных, чем всем привет, там и все такое. Москва, она как Apple Watch. В ней тоже очень много колец. Садовая, бульварная, третья транспортная. МКАД, Московская кольцевая автодорога. И за Москвой тоже есть определенное количество. До поры до времени секретных колец. Это две дороги. А-107 на расстоянии где-то 45 километров от Москвы. И А-108, это где-то 90-95. До начала 90-х эти две дороги А-108 и А-107, которые сейчас называются малые и большие московские кольца, были засекречены. То есть местные жители о них прекрасно знали и ездили по ним и называли их бетонками. Хотя они уже давным-давно не бетонные, а отлично заэсфальтированные дороги. Но тем не менее, в Атласах, на картах этих дорог не было. И неспроста. Все дело в том, что эти дороги были созданы не просто так, и имели строго стратегическое назначение. Военное, можно даже сказать. Потому что их создавали для обслуживания сети баз противоракетной обороны Москвы. Которые как раз и располагались сетью на расстоянии как раз тех самых 45 и 90 километров. В базах находились ракеты С-25. И вот как раз эта сеть военных баз, засекреченных для многих жителей нашей страны. Но только, понятное дело, не для местных. И создавали воздушный щит города Москвы. В котором находилось все военное начальство и вообще все первые лица страны. То есть Москва, как столица, была очень важным стратегическим объектом с точки зрения обороны. Насколько нам известно, других таких массивных щитов противоракетной обороны в России нет больше нигде. Но точнее и здесь-то их тоже уже нет. Потому что это были стационарные системы ПРО. Которые затем уступили место мобильным комплексам С-75, С-200, С-300 и сейчас С-400. Именно поэтому все, что вы видите здесь вокруг, находится в запустении еще с 80-х годов прошлого века. Просто потому что эти комплексы внезапно стали никому не нужны. Ну то есть не то, что никому не нужны. Это я неправильно выразился. Они просто-напросто потеряли свое стратегическое значение. И их заменили более мобильными и более современными зенитно-ракетными комплексами. Вот это место, кстати, на котором я сейчас стою, достаточно интересно. Если посмотреть на него сверху, с дрона, то будет видно, что в нем сходятся лучи. Самые разные. В конце каждого луча, с каждой стороны стояла пусковая установка. В которой как раз и размещались те самые ракеты С-25. Здесь никого нет. Природа берет свое. Все зарастает травой, деревьями. Здесь могут ползать змеи и какие-нибудь ящерки. И в этом есть свой определенный колорит. Поэтому в этом ролике мы вообще попробуем тут везде полазить, насколько это возможно. И у меня есть тут еще парочка гаджетов. Уж коль скоро мы здесь оказались, надо их протестить в таких весьма интересных условиях. Поэтому не тянем. Мы начали. На этой машине мне вообще ничего не страшно. Позади меня вот это вот разрушенное здание, которое на самом деле не так и просто найти и заметить, особенно сверху. Это как раз та самая пусковая установка. Здесь размещались и ракеты, и личный состав. А для обслуживания вот такого рода баз требовалось, по-моему, порядка 500 человек. То есть вы представляете, какая это была сложная массивная сеть из баз, личного состава и прочего. Сейчас заберемся наверх. Но для того, чтобы забраться наверх, мне из машины нужно взять два приятненьких гаджета. Так, пойдем за мной. Сейчас посмотрим, как все это дело выглядит сверху. Только нужно идти аккуратнее, потому что здесь, во-первых, достаточно скользко. И во-вторых, вот здесь, Лех, аккуратнее, есть вентиляционная шахта. Ну, нечто, что было когда-то вентиляционной шахтой, сейчас это стало просто пристанищем для мусора. Вот здесь сверху в действительности открывается совершенно иная картина. Здесь очень красиво. И обратите внимание, здесь растут деревья, березка одинокая. И если смотреть сверху, то ты никогда в жизни не поймешь, что здесь находится непосредственно военная база. Вот я люблю такую осень, когда еще тепло, особенно вот когда солнце начинает потихонечку садиться. И это называется золотой час, на самом деле. Очень классно. Здесь столько кузнечиков, вот они прям реально на ноги тебе прыгают. Давайте посмотрим, что я с собой припер. Очевидно, ну, по дизайну вы понимаете, да, что это JBL Boombox 2. Как-то несколько лет назад JBL выкатили первый Boombox, и все такие... Нифига себе, огромная колонка. То есть это реально Boombox, это вот та колонка, которую ты ставишь на плечо, вот так вот держишь, а потом, хух, что-то устал. Но понятно, что это не флип и не пульс, который можно таскать с собой. Это колонка с несколько иным предназначением. У меня еще, смотрите, есть камуфляжная, как раз к теме нашего сегодняшнего антуража и ролика. Это колонка для того, чтобы прокачать какую-либо вечеринку, желательно на открытом воздухе. Сейчас уже осень, и, собственно, не до вечеринок, но в машине у меня всегда лежит одна-две таких колонки, потому что мы периодически с ребятами куда-то довыезжаем. И так как колонки громкие, а нам их нужно послушать, выехали мы сегодня специально вот в такое место, где я надеюсь, я очень надеюсь, что здесь никого нет, и мы никому не помешаем. Давайте поподробнее расскажу про Boombox 2, послушаем, посмотрим, что это за девайсина такая. С точки зрения дизайна, ну, в общем-то, особо-то ничего не изменилось, кроме каких-то, знаете, таких мелких точечных изменений, вроде как ручка стала более эргономичной, то есть у нее появились ребра, и она в руке не скользит. А так, в целом, ну, дизайн тот самый типичный JBL-овский, к которому мы привыкли, который мы знаем и узнаем из тысячи. По технике. Во-первых, колонка сама по себе очень долго играет, просто потому что это тот продукт, который ты будешь заряжать раз, ну, типа в несколько месяцев, если будешь активно пользоваться, 24 часа от одного заряда батареи она играет. Плюс, что еще приятнее, здесь есть вот такая резиновая заглушка, в которой есть USB, и к этой колонке можно подключаться как к пауэрбанку. То есть вы выехали на какую-нибудь водную вечеринку около бассейна, либо на речку, либо на озеро, либо еще куда-то. Вы там неистово изо всех сил тусите в течение долгого времени, у вас садится телефон, вы его подключаете к колонке, заряжаете телефон. Все, вы восхитительны. Ну и помимо USB, здесь есть еще и разъем для подключения питания. То есть впитается колонка не через USB, а через вот такую круглую хреновину. Корпус влагозащищенный, то есть я не зря начал говорить о времяпрепровождении около каких-то мокрых точек, типа озера или бассейна. Если на нее прольется вода, ничего страшного, влагозащита IPX7 здесь у нас имеется в авиасервост. Ну и само собой разумеется, что колонка весьма горластая, потому что, ну, вы же с друзьями ее будете слушать на природе, вы можете разбрестись там по территории в один гектар, и все равно слышать, как она играет. Если раньше от источника питания максимальная мощность была 60 Вт, то во втором поколении выросла до 80 Вт. А без питания JBL Boombox 2 играет как раз на те самые 60 Вт, которые были раньше максимумом. Ну и с точки зрения звукоизвлечения, здесь у нас два низкочастотных динамика по 4 дюйма каждый, и два высокочастотных твиттера по 2 см. Ну и, естественно, пассивные излучатели с обеих сторон на торцах у нас тоже присутствуют. Ну, в конце концов, мы же говорим о JBL, ну как тут без пассивных излучателей-то? Ну и классика, нажимаешь здесь, а выпукливается там. Совершенно, на самом деле, бестолковое замечание, но меня всегда эта тема радует. Ну, серьезно, нажал здесь, выпукливался там. На самом деле, самое топовое, что появилось во втором Boombox, это технология Party Boost. Я о ней так или иначе рассказывал, когда затрагивал тему других продуктов JBL. Это технология, которая позволяет объединить несколько колонок в одну цепь. То есть, чтобы они играли одновременно одну и ту же музыку. Для этого у нас есть специальная кнопка. Соответственно, что мы делаем? Включаем вторую колонку, достаем... Нет, не тот iPhone, простите. Вот этот, у этого интернета просто больше. И одновременно зажимаем кнопку. А, теперь можно слушать музыку сразу с двух колонок. И так как здесь никого нет, я надеюсь, нас никто за это не будет ругать. Давайте сразу слушать музыку на максимальной громкости. Причем звук у нас будет в два раза больше, чем в случае с одной колонкой. Начнем с Parkway Drive трек The Void. Это очень громко! Я не знаю, микрофон, скорее всего, не захватит. И не сможет передать тот уровень громкости. Но это реально очень горластые колонки. И мне кажется, что, в принципе, и одной бы даже хватило, чтобы реально покрыть, ну, типа, гектар. Гектар территории звуком. То есть, не только вы будете тусить на берегу речки, но и на другом берегу речки тоже будут тусить. Потому что, ну, это очень громкая штука. Блин, а хорошо. Такое нормальное стерео получается. Но, очевидно, самое интересное у нас далеко не на крыше бункера, которая пусть и замаскирована под березу, а вот там внутри. Давайте туда спустимся, во-первых, посмотрим, что там. И, в принципе, уже решим устраивать там рок в этой дыре, рейв или еще какой-нибудь пати. Были бы руки посвободнее, прям обнял бы. Русь. Здесь, конечно, капитальная разруха внизу, около входной группы. Есть ангар. Возможно, нам, кстати, сюда и нужно. Здесь как-то не очень аккуратно. В принципе, как на любой заброшке, здесь не очень классно. Ну, везде лежит мусор какие-то металлические. Я даже не знаю, что это. Вот, честно, у меня даже нет никаких мыслей. И... Ну, пойдемте туда дойдем, посмотрим, что здесь. Здесь есть дверь, как минимум. То есть, ну, отверстие, которое выполняет роль входного. О! А вот здесь-то, кстати, другое дело. Послушайте, какое здесь эхо. Ща мы в этой дыре вдарим рок. У меня есть подходящий плейлист под это дело. Пойдем со мной. Ничего не бойтесь. Прежде чем устраивать в этой дыре рок, попробуем пройтись по местным помещениям, посмотрим, что у нас здесь есть. Своего рода экскурсия, только экскурсовод во лице меня не очень-то хорошо понимает, что здесь вообще было. Вот это похоже на ангар, в котором те самые ракеты С-25 хранились. Здесь, кстати, относительно чисто. То есть, если сравнивать с соседним помещением, в которое мы заходили, здесь достаточно чисто. Какая-то наскальная живопись, такое ощущение, что мы нашли рисунки древних людей. Вот, кстати, как на любой заброшке, нужно быть максимально осторожным, смотреть под ноги, и не только под ноги. Здесь тупик. Я вижу, опять же, какую-то наскальную живопись. Соня Дибачо. Я не понимаю, что здесь написано, но, видимо, это автографы людей, которые здесь были. До нас. Опа! А вот это как в каких-то ужастиках. Смотри, кафельная плитка. Вот здесь то ли туалет, то ли душ какой-то был. Да, по-любому, это была какая-то дамская комната, потому что здесь, ну, вот такое ощущение, что здесь были умывальники, а вот как раз там, где трубы, это, вероятнее всего, канализация. Ну что, вдарим рог в этой дыре? Есть у меня хороший плейлист для этого. Пойдем. Помните, в прошлом году осенью, по-моему, поздней осенью, мы ездили к заброшенному шару в лесу, шару радиолокационной станции, и там слушали крохотный флиппеть. Сейчас у нас задача примерно такая же у нас. Замечательное эхо. Мне показалось, что там, кстати, кто-то есть. У нас здесь замечательное эхо, поэтому нейромонах Феофан это то, что нам с вами сейчас всем нужно. И эхо затухает еще несколько секунд. Они реально... Вот я опытным путем выяснил, что именно нейромонах Феофан для этих колонок это идеальный исполнитель, идеальный жанр. Будь счастлива, Русь, потому что именно нейромонах Феофан здесь играет просто. Так вы сильные, добрые молодцы, так вы милые красные лицы. На это, согласитесь, все лирика. Нужно что-то гораздо более ядреное и гораздо более забористое. Поэтому... Мне очень нравится эта музыка. Я не знаю почему. Я, конечно, понимаю то, что это степ, это ирония, это просто какой-то сюр и сумбур. Но почему-то именно нейромонах Феофан вот отзывается у меня в душе. Короче, это место идеально для того, чтобы устраивать здесь рейвы. Ну, потому что по традиции рейвы устраиваются в каких-то заброшках. А здесь у нас помимо того, что антураж полностью соответствует вообще в принципе идее рейвы, здесь у нас еще и эхо. Поэтому берем... Да даже одного бумбокса в принципе хватит. Приглашаем сюда друзей. Ну, вы поняли. Нормально проводим время. Я сейчас замолчу. Здесь где-то 35 децибел. И мы включаем на максимальном уровне громкости две колонки. И трек, например... Ну вот, In Flames All The Pain. Часы действительно сходят с ума, показывают восклюзательный знак и уровень шума 94 децибела. Это очень много. Смотрите, две колонки. Я буквально как Морфеус, который предлагает Нео красную или синюю таблетку, но я вам предлагаю черную или камуфляжную колонку. Дело в том, что у меня их две, и мне две не нужно. Поэтому одну я отдам вам. И отдам камуфляжную. Сразу я за вас уже решил, какая вам нужнее, потому что она выглядит круче. Поверьте мне, черная, она очень классическая. С другой стороны, камуфляжную легко потерять в траве, но она выглядит лучше. Поэтому смотрите, что вы делаете. Как обычно, опциональный, то есть необязательный лайк этому видео, но мне просто будет приятно. Ну, если вы оцените это видео лайком, ну, вам несложно, нажмите лайк. И подписка на канал, и один комментарий, в котором вы пишете, какой первый трек вы включите на этой колонке, когда ее заберете у нас. Ну, точнее, не заберете, а получите по почте, потому что мы все призы отправляем самостоятельно. И никогда, запомните, никогда не просим вас оплатить доставку, таможенный платеж, что-то еще. Никаких денег с победителей мы никогда не берем. Поэтому если вам пишут, что вы где-то что-то у нас выиграли и просят деньги, это мошенники. Не давайте им никогда никаких денег. Мы всегда все отправляем за свой счет. Поэтому я желаю вам всем удачи, и у меня есть к вам вопрос. Как вам такой формат видео? Ну, то есть, с заброшкой? На что стоило бы, по-вашему, сделать больший акцент во внимании? О чем рассказать подробнее? О чем не стоило говорить вообще в принципе? Ваше мнение для нас очень важно, поэтому поделитесь, если вам есть что сказать. Опять же, там в комментариях мы все прочитаем, ко всем прислушаемся и постараемся в следующий раз сделать еще лучше. А я на этом с вами прощаюсь. Счастливо. Пока. А выход-то вообще же не в той стороне. Зачем я туда пошел?